Не успел зайти в зал, и так ощущение, что, знаете, поверил каким-то кочевьям, поверил скифами. Стремительность лошадей и грация кошачьих хищников. Царица, стихия, конь Маде – самые знаменитые анималистические скульптуры мастера Даши Намтакова. Художник – наследник степных культур, поэтому зрители видят всадников, воинов, лучников и образы, связанные с шаманизмом. Жители Алтая творчество Даши притягивает особенно сильно, и это не случайно. У него всегда было особое отношение к памятникам археологии, к той же самой принцессе Укука Алтайской. Очень многие элементы скифосибирского анимализма, присущие эпохе Бронзового века, искусству эпохи Бронзового века, которые найдены на ваших стоянках и ваших погребениях, вашего края, все это легло в основу многих-многих его скульптур. Скульптуры Даши отливают в итальянских мастерских. Вот уже больше 20 лет ими восхищается весь мир. Сам мастер посетить выставку не смог, слишком плотный график. Но его творчество, пробитное неким мистицизмом, все говорит за автора и без него. У него такой пластичный язык, очень образный, он отличный от других скульпторов. То есть это синтез такого национального, самобытного, бурятского и вот нового какого-то восприятия. Вот эти текучие плавные формы, очень мягкие, конечно, они привлекают внимание, безусловно. И очень хотелось показать ребенку вот эту красоту в деталях. Медведь, сын Грешутка Медвежонок, я его зову. И, наверное, в этой работе я увидела, наверное, себя и его. Она, медведица, для меня это как мама, которая заботится о своем ребенке, которая сделает все, чтобы малыш был с ней. Выставка Даши Намдакова будет работать в Краеведческом музее еще два месяца. Так что еще есть время у каждого напитаться творчеством и распознать в нем что-то близкое для себя. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком.